Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите новости в студии Тахмина Соломова. В пятницу к окончанию торгового дня все внимание трейдеров было устремлено на пару доллар США – канадский доллар, так как были представлены важные макроэкономические данные. Первым предоставить свою статистику выпал случай США. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 222 тысячи по сравнению с ожиданием роста на 179 тысяч. Результат оказался самым максимальным за последние четыре месяца. Однако разочаровал инвесторов индикатор по безработице, уровень которого вырос с 4,3% до 4,4%. Что не скажешь о Канаде, где уровень безработицы наоборот упал до 6,5% с 6,6%. Показатель по изменению занятости в стране кленового листа продемонстрировал рост на 45 300, в то время как ожидалось увеличение лишь на 10 тысяч. Рынок труда в стране указал на здоровое состояние, что только усилило ожидание трейдеров повышения процентной ставки Банка Канады на этой неделе. И, соответственно, отправило канадский доллар к росту против господствующей мировой валюты. Пара USDCAD торговалась на уровне 1,2895. Аналитики предполагают, что до среды канадская национальная валюта будет демонстрировать силу по отношению к своему главному конкуренту на валютном рынке. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале Инста Форекс ТВ. Увидимся через некоторое время.